поэтому вот особенно как-то досадная эта вся история с украиной только что на списках героев советского союза я нашел махова николая федоровича который был награжден высшей наградой советского союза за операции по началу за начало операции освобождение украины то есть самые первые операции только-только черниговскую область начинали освобождать поэтому кто вот очень досадно становится в этот момент осознавать шайка захватившая украину плюнула в том числе в душу и маховым последний раз в одессе городе героя одесса я был 2003 году и помню с детства по таком удивительном месте как мемориал 411 батареи естественно я не могу его не посетить какое же было у меня удивление когда в парке которые перед этим мемориалом находится в парке победы были выломаны абсолютно все до единого города героя советского союза которые вот сейчас вы видите то есть смоленск тула сталинград ленинград москва был выломан минск была был выломан новороссийск и мурманск при этом на месте оставались нетронутыми оставались керчь брестская крепость и киев это еще раз напоминаю 2003 год то есть когда мы с вами говорим о том что все у них началось майдан и так далее в четырнадцатом году на самом деле все это полное бронье уже в 2003 города герои в парке победы которые были не украинскими на тот момент керчь и севастополь естественно считались украинскими поэтому делайте выводы и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 но мы конечно благодарны всем ветеранам, всем кто дожил, всем кто погиб всем низкий попробуй всем господи СССР. Страна прогресса. Страна возможностей. В предвоенные годы героическим трудом советского народа сделан гигантский шаг развития экономики страны. Построены тысячи транжиров. Приятие садов в начале основы обороны мощи СССР. СССР. Страна прогресса. СССР. Страна прогресса. 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 Страна прогресса С первых дней войны в единотворении закон национальный советский народ поднялся на защиту своего отечества. Продолжение следует... Седьмого ноября 1941 года, когда край стоял у самого столицы. На Красной площади состоялся военный парад. Он показал всему миру, что Москва не сломала. Всеверенность в сердца советских людей укрепляли вверху по нашу победу. Измотав противника в оборонительных боях и не копив резервы, 5-го уровня части Красной Армии начали мощные контрнаступления, в ходе которого медицинские войска привязывали и отброшены от станции в поле чем на 150 километров. На поляна поглазнулся Розея Ленинс, а не победил сцентрая празднования вода. Восьмого сентября 1941 года началась девятисотдневная блокада Олимпиады. Трагическая и в то же время героическая страница о фашизме нашей страны. Восьмого сентября к фашистам, в то же время вытащили. Вашего уровня полного засветания кораблей Палатийского флота, огонь, который сдержан вверху наступок к локальным гранам. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Вечная память героям. Дорогие друзья, мы полископаем в изложению цветов к памятнику воину-победителю. Продолжение следует...